все качества дурны у человека они многочисленные нового корня у них два одно это первое это любовь к телесным удовольствием такие когда питье интимная близость и прочие телесные подробности это называется корень того вожделения и второй корень из которого все произрастает это называется гава высокомерия человека от него исходит любовь власти величию гордость высокомерия ревность это два корня и те которые управляют человеку и которые не дают ему возможности жить свободной жизни знаешь о том что есть что то что не позволяет тебе вот ты же говоришь что вот стремление есть но на слабое что же ослабляет это я тебе скажу что ослабляет ослабляет эти два корня на которых вырастает целое дерево желаний человек который его уводят совершенно от этой религиозной жизни совершенно другую сторону хочешь приблизиться хочет воистину служить придется тебе оставить это придется тебе там чуть-чуть найти какую-то правильную пропорцию в использовании этого мира дальше он разум перечисляет более подробно что имеется ввиду какие силы надо отстранить от себя он говорит пожалуйста я тебя перечислю и вот к первому корню что нужно убрать излишество к идее питье в одежде сне покоя излишняя беспечность и подобные тому вещи то есть обратите внимание какое-то слово центрально и излишество снова чтобы никто тут не понял с точностью наоборот что тут кого-то призывает не есть не 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 пить из навести какой-то спартанский образ жизни это тут речи не идет вообще речь идет об излишество то что не нужно для человеческого существования прямого человек просто переключается на вот этот добавок довесок который второстепенный на самом деле и там он находит свою смерть духовную смерть имеется ввиду а силы которые относящиеся ко второму качеству следующие какие тоже в прошлом занятии мы их перечисляли излишние разговоры чрезмерное пребывание в очень состремление понравиться другим людям любовь к похвалам и почестям зависть к приобретениям других людей старание отнять от них принадлежащие им пренебрительное отношение к людям зло и злыша подобное этого его его все пороки человеческие которые каждый из нас знает существуют в нас той или иной форме а ну давайте еще раз попробуем понять чем речь ли тут идет человек полагает что он существо разумно на у нас там определяет человека к хомо сапи поэтому когда человек выражает свое мнение то правило мы полагаем что это мнение высказывается разумом его вы видимому с учетом всего что мы тут говорили это не совсем так человек нелогичен а он психологичен оказывается что есть в человеке не только та часть которая называется логика разум но это часть которая называется психу что же за психу кто там прячется за психом прячутся все вот эти силы которые они тут перечисляются то есть те самые которые сами по себе никуда вести человека не могут кроме удовлетворения своей потребности все эти силы слепые так они у нас называются то есть они не не знают куда ввести человека но удовлетворять себя они хотят спрашиваем человека почему ты хочешь есть что закончу я голодный хочу есть ставьте меня в покой вы спрашиваете вопрос человек хочет есть потому что он хочет есть нет ответа на это есть человек завидую чуть завидуешь спросим зависть зависть а почему ты завидуешь почему завидуется я не знаю почему почему-то у меня пробуждается это 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 качество я завидую и так далее это все силы эти слепые все плохие качества которые есть они просто хотят и удовлетворение они и не позволяют человеку быть логичным в основном и психологично мы уже с вами когда разбирали шарапхина вторую главу там и эта тема тоже на разбиралась в том смысле что когда человек ищет истину то вот эта психа она влияет на логику первых она психологично они логично психичны обратите внимание правильная формулировка психологичный потому что психа всегда идет раньше логики поэтому она и управляет поэтому люди к истину могут не дойти потому что они застряли в своем психа а если порой и будут когда-то ее искать то психа может эту логику свою сторону как бы направлять я помню зачитывал вам интересно высказывание одного из таких апологетов дарвинизма такого есть такое адрес хаксли да он дедушка его были и папа и он были как бы проповедниками дарвинизма в этом мире и вот он свое время написал очень известный известную статью в которую он признался так и называется исповедь профессионального атеиста исповедь профессионального атеиста очень точно сформулирован и так там написано у меня были самые серьезные причины не желать чтобы в существовании мира был смысл тоже без каких-либо трудностей я мог найти аргументы и объяснение этому для меня так и для большинства моих современников философия отсутствия смысла была инструментом достижения свободы свободы от этики и морали мы не хотим ранственности так как она препятствует нашей сексуальной свободе лучше сказать трудно точно совершенно точно и ясно психа влияет на логику то есть вывод которому человек будет приходить в конечном итоге будет зависеть не от логики его рассуждений от чистоты мыслей а от меры искривления его вот этой психики нездоровой которые у него есть которая им владеет пристрастие к еде к противоположному полу к комфорту с одной стороны это определяет человека жизнь а на этажом выше все что связано соотношение между людьми его высокомерие она будет управлять им самые разные стороны тут захотеть властвовать тут будет выразить свой гнев и неудовольствие тут ревность тут и зависть величие стремление к уважению проявлять гордость а что только только человек может себе доставить своим своей этой психи психикой нездоровый это то что разум говорит душе обрати внимание обрати внимание у нас тут есть есть проблема огромная огромная проблема ты хочешь возвыситься хочешь действительно быть человеком религиозным вот если ты находишься в этих плохих привычках своих во всем том что вредоносная пища которой ты привык ты с детства во всем этом покушать то удовольствием это вот из детства всем этом тебе очень тяжело избавиться от это очень тяжело избавиться от этого знаешь что столько время сколько душа твоя она туша да вот он уже обращается душе знает столько время сколько ты приклеена к этому столько сколько это является для тебя основной частью твоей жизни и вся твоя жизнь вертится то ли вокруг вокруг холодильника то ли вокруг телевизора или вокруг девушек или вокруг еще чего-то это 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 и та жизнь которой ты собираешься жизнь она никакой связи не ты не сможешь не получится у тебя ой что вы представляете душа слушает это это в принципе что означает это забрать у нее все практически надо забрать всего душа чего не понимает вот та душа которой в основном она и состоит из этих сил слепых сил она не в состоянии видеть будущих они в состоянии увидеть о том что все то что тут перечислено в конечном итоге приходит к оплате за те удовольствия которые она получает если человек бы ток мог чуть-чуть остановиться в этом потоке своей жизни и прикинуть не слушается лекции а присмотреться к своей жизни да то есть если человек там за 20 а я уже не говорю 30 вообще опыт жизни колоссально а тем более тем более все остальные люди посмотрел назад проанализировал свою жизнь и увидел может увидеть скажем скажем прямо скоро 40-летний уже и выше они они уж точно это сразу поймут что за все удовольствие который человек получает в этой жизни надо платить как в супермаркете приходите в супермаркет смотришь завалено товарами вроде платить не надо корзина большая и вроде набираю себя туда-сюда 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 естественно что первое желание после того как набрал корзину куда-то через служебный вход и на улицу но ему говорят нет 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 это выход вон там вон там а вон там а что там а там и касса что надо платить на все удовольствие надо платить все что человек переел предположим же надо мы просто будем эта тема более тская спокойно переела хотя многих она и больше всего волну конечном итоге оплачивать надо где-то к 40 годам и кто кому не лень может просто зайти в любую больницу и посмотреть какими людьми какого возраста она переполнена скажем так врачи не кормится людьми и голодающими они просто не являются пациентами они не клиенты а вот все те которые переели свою жизнь жили называется вели нездоровый образ жизни они конечном итоге приходит оплата за все за все за любой кусочек вкусненького конечном итоге человек не в этот момент а через 20 лет все аукнется а вся эта система очень крепкая организма которая построена на на 70 80 лет здоровой жизни на самом деле человек расшатывать ее своим нездоровым образом жизни много-много лет почему потому что он видит что все работает можно и наслаждаться и никакого результата то есть оплаты этим наслаждением вроде нет вроде объелся так что я туда-сюда и вроде все нормально чувствую себя хорошо организм работает но что он не знает он вынашивается он и приходит всегда результат к 40 годам пожалуйста больниц есть есть там много отделений в больнице и вот одному вот по сердцу другому желудка третьему с почками чужого пожалуйста где-то тебе туда тебе туда это там называется касса это касса жизнь супермаркет а больница порой бывает это так а за где надо все оплачивать нет удовольствия бесплатно все удовольствия надо платить и не будем то вдаваться все остальные подробности когда человек хочет эти удовольствия получать еще с других областей да тоже надо оплачивать это плата еще больше еще выше теперь то же самое не только в области привязанности к этому миру телесного когда человек ищет моментального телесного удовольствия как маленький ребенок а как мы сказали второй корень то самое гава то самое высокомерие точно также она 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 все удовольствие от нее всегда оплату требует конечными и это оплата приходит порой даже сразу а иногда приходит через какое-то время все кто все кто вот все что тут было перечислено излишне разговоры чрезмерное пребывание в обществе стремление подравиться другим людям то есть полная зависимость от других людей любовь похвалами почестью зависть к приобретением других людей старание отнять у них принадлежащие и пренебрежительное отношение к людям злоязычие все целый список 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 спикос это все что в конечном итоге она в каком-то момент она там где-то там там злоязычное а удовольствие каждый может проверить что как только он чет плохо говорил другом человеке каким-то непонятным образом на каком-то этапе жизни это до него доходит и вдруг выясняется что ты приобрел кого-то врага а имеешь врага только дождись он тебе отомстит при выходе из супермаркета надо платить получил удовольствие заплатишь семьи все что человек порождает своими вот этими вот и стремление к желанию вот вот чтобы его уважали чтобы вот там хвалили все это все аука и завсегда чем-то ссорами конфликтами неизбежными практически все это неизбежно человек сам порождает себе просто от приждает себе кошмарную жизнь он даже не замечает что это он сам породил самому себе все истории которые человек может только услышать дальше такого находится в центре всех этих историй они все имеют один общий знаменатель и этот знаменатель невозможно раскрыть людям которые рассказывают о том же о своей жизни у меня и так произошло и отношения такие с мамой такие такие порой с сыном а такие с дочка такие с мужем а такое жену и такие с начальниками такой с подчиненными да как раз объясню человеку что большинство проблем не все естественно большинство проблем человек сам породил сам породил чем вот все что мы тут перечислили и так что предлагает разум душе говорит послушай верно твое желание в теории быть человеком религиозным она очень хорошая приветливая но знаешь если она истина то тебе придется чуть-чуть потерпеть горечь лекарства для того что избавиться от того что тебе помешает по-настоящему быть человеком религиозным а что мне мешает ну вот смотри то к чему ты привык течение всей своей жизни принципе то что самое основное удовольствие которую человека есть то ли телесные то ли вот эти душевные своего эго который он хочет распространить на весь мир от этого ему приятно меня уважают я команды а я там кричу на других людей мне приятно вот это все от этого всего надо избавиться то есть если мы видим что есть пожар который причиненные знаю газовой плитой то первым делом что нужно сделать надо отключить газ то есть то самое зло которое она постоянно поддерживает плохое в человеке значит первым делом отделайся с урмира отделайся от плохого что он тебе есть вот эта часть психики в логике да отдели их чуть-чуть силой твоего стараний манта далее отдели и пойми о том что эта психика она 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 больная и и Продолжение следует...